Добрый вечер, уважаемые товарищи, дорогие ветераны! Поздравляю вас с праздником, с Днём сотрудников органов внутренних дел. Сегодня мы чествуем тех, кто выбрал нелёгкую, очень важную, нужную нашему обществу, нашему государству, нашему народу работу – защищать порядок и закон. Для тех, для кого не зыбли мы такие понятия, как профессиональная репутация и личная порядочность. Лучшие традиции службы закладывались многими поколениями ваших предшественников. И в этот праздничный день особые слова благодарности ветеранам Министерства внутренних дел за то, что и сегодня многие из вас, дорогие товарищи, невзирая на возраст, несмотря на проблемы со здоровьем, делятся своим опытом и знаниями с молодыми коллегами. Мы всегда будем помнить и солдат правопорядка, которые до конца остались верны присяге, тех, кто не дрогнул и не отступил в самые критические минуты. И в этом году, несмотря на праздник, должен сказать об этом, в этом году при исполнении служебных обязанностей погибли 63 сотрудника полиции. Безусловно, они всегда останутся в наших сердцах. Безусловно, и мы понимаем это, это невосполнимая потеря для близких, для друзей, сослуживцев. Но с уверенностью могу сказать, что и для будущих поколений сотрудников они всегда останутся примером преданности, профессии, доблести и чести. Уважаемые товарищи, подавляющее большинство личного состава Министерства внутренних дел всегда честно и ответственно выполняет свой долг, вносит весомый вклад в обеспечение прав и свобод наших граждан, укрепление конституционных основ России. В этом году в ведение МВД перешли вопросы, связанные с миграционной безопасностью, борьбой с незаконным оборотом наркотиков. Получила законодательное закрепление государственная система профилактики правонарушений. Граждане ждут от МВД больших результатов и отдачи в работе по этим, да и по другим направлениям. А сама ваша деятельность находится в фокусе повышенного общественного внимания. Вы это хорошо знаете и чувствуете. В том числе немало предстоит сделать в вопросах нравственного воспитания личного состава, чтобы каждый сотрудник, выполняя слова однажды произнесённой присяги «служу России, служу закону», сознавал меру личной ответственности перед страной и обществом за каждое принятое им решение. Со своей стороны государство будет и впредь принимать меры по обеспечению органов внутренних дел необходимыми ресурсами и техникой, а сотрудников и членов их семей достойны социальной защиты. Дорогие друзья, я ещё раз поздравляю вас с праздником, желаю здоровья, успехов в работе и, конечно, благодарю всех вас за службу. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...